подключиться к чему-то что вообще не меняется уже три тысячи триста тридцать пять лет то конечно вам повезло так же как и мне подключиться к вечности значит и сегодня мы у нас портал через главу которая называется хукат хукат это глава в книге бамид бар есть пять книг которые которые записал перед смертью машера бену моисей и значит каждая книга рассказывает о каком-то отдельном этапе первая книга рассказывает о этапе от зарождения мира от не зарождение мира от сотворения мира мир не зарожден он сотворен значит от сотворения мира и заканчивается первая книга который до того как семья якова и его значит лишь модные строили время страма значит якова его сыновья которые пришли в египет это первая книга заканчивается шмот вторая книга она рассказывает о том как как сына израиля двенадцать его сыновей превратились в народ который египтяне забрали в рабство и как они вышли из египта третья книга вайкра рассказывая край так раз название нашей платформы рассказывает о том как бог сказал выстроить мешкан это святилище да святилище и вся книга посвящена соединению материального мира с духовным святость то есть вся то что потом было храмовой службы жертвоприношения священники и так далее это книговая икра это как бы она рассказывает интерфейс связи материального мира и духовного и четвертая книга называется бомид бар в пустыне этот тренинг личностного роста длиной 40 лет в котором в котором еврейский народ избавлялся от тех качеств которые у них были выработаны находясь рабстве в египте и 40 лет они тренировали качества которые необходимы для служения всевышнему и значит заканчивается книга бомид бар тем что муж и рабы на перед смертью вся книга дворим это повторение всей торы то есть это некая резюме всех законов которые всевышний дал то как же ну то есть это уже такое заключительная часть вот пять книг торы мы находимся сейчас четвертым четвертая книга которая называется бомид бар в пустыне и находимся в конце главы хукат сегодня значит в этой главе нам рассказывалось о том как как первый был закон красная корова о том как очищаться от духовной нечистоты значит потом умерли в этой главе в этой главе умерли и мирем и арон брат мошер обе ну тоже они умерли в этой главе глава прям такая знаете судьбоносного бывают в жизни человека судьбоносные моменты бывают жизни человека судьбоносные моменты когда меняется вся его жизнь вот такая трансформационная и в этой главе очень трансформационно поменялась жизнь маша рабы ну потому что в этой главе он не выполнил приказ всевышнего так как всевышний от него ждал а на уровне таких людей которые соединяют мир мир и всевышний то любое любое проявление его любое проявление своей воли она естественно идет против воли всевышнего и это невозможно то есть это знаете как представьте себе какой-нибудь там я не знаю генерал генерал какой-то большой армии и у него есть у него есть помощник и этот помощник гиралом и говорит иди сейчас вот туда скажи такому-то отряду чтобы восток это начинал там военные действия там-то а помощник говорит ладно час туда часть сюда тому отряду скажу вот этот отряд поближе чем не так далеко идти и он начинает выполнять приказ не точно но понятное дело что невозможно чтобы такой помощник был теперь в маша рабы но он был настолько близок ко всевышнему что там вот комментаторы просто все расходятся во мнении за что его всевышний наказал и лишил его возможности зайти в землю израиля то есть одни говорят что он ударил по скале посохом а надо было сказать как бы по простому так написано но возникает большой вопрос это рамбан задает такой вопрос был великий мудрец который жил тысячу лет назад рамбан в рабе моша бен рамин ахман бен маймон его звали рамбан бен ахман очень неважно это сокращение всех мудрецов имена это как коды такие сокращения и значит он говорит непонятно а зачем бог ему сказал возьми посох начинается бог ему говорит возьми посох и иди значит извлеки воду из этой скалы и до этого была похожая ситуация и там бог сказал ему ударь посохом по скале то есть непонятно если бы бог хотел чтобы он только сказал так зачем было говорить возьми посох который пролежал 40 лет в ковчеге и зачем нужно было это делать рамбан говорит нет скорее всего это не за то что он ударил вторая версия может он за то что он разгневался написано что он разгневался на иврести народ он им говорит ну как 40 лет уже прошло вы уже 40 лет питались маном вы 40 лет тренировались во всем полагаться на всевышнего вообще не волноваться и тут у вас нет воды и вы опять начинаете тут же кричать верни нас египет и он тут разбирался он говорит уже было написано 10 раз гневили народ израиля от исхода из египта до того как они отказались зайти в землю израиля потом их повернули на 40 лет чтобы умерли все кто вышли из египта чтобы они умерли в пустыне и значит за 40 лет сменилось поколение и уже в новое поколение вот они уже подходят земле израиля и опять та же самая история да и маша работа раздевался есть я не помню это или рамбам или кто-то из других мудрецов он говорит в этом был настоящий грех машера бену что нельзя на таком уровне нельзя гневаться все от всевышнего и в принципе тора говорит что тот кто гневается он как будто бы служит идолом то есть он служит какому идолу он служит себе потому что то что происходит это же от всевышнего а то что ты хочешь это от тебя и гнев возникает на на противопоставление того что происходит тому что хочешь ты то есть ты как бы не согласен с реальностью и когда ты говоришь мое я важнее чем реальность чем всевышний в этот момент возникает гнев на вот этом как искра такая искрит теперь маша рабе но который знал что все от всевышнего и от бога идет только добро и даже если что-то происходит на каком-то этапе которая кажется человеку неправильным она все правильно потому что все от всевышнего то что на уровне обычного человека это как будто бы служит идолом . задумывается вот сейчас там возмущается что что-то идет ну а что ты возмущаешься но все равно идет значит это ты пойми эта система это то что сейчас что-то происходит это следствие там предыдущих очень многих действий которые из векторов которые пришли к этому моменту и всевышний учитывая все твои возможные варианты в прошлом будущем в духовном материальном там и так далее вот реальность вот она вот так чё ты ну ты что-то возмущаешься-то теперь но маша рабе но это было непростительно это вторая версия третья версия третья версия вообще удивительная значит тоже я не помню сейчас точно по кто кто это говорит но третья версия была такая и понятное дело что можно было ударить ничего страшного потому что бог же сказал мы возьми посох и понятно было что даже можно раз гневаться маша рабе но и до этого на них гневался это ну бог ему тоже это прощал то есть третья версия была что он два раза ударил что надо было один раз ударил ударил два раза и вот в этом было в общем в итоге в итоге мы видим что маша в каком-то моменте он нарушил волю всевышнего нарушение воли всевышнего неизбежно влечет за собой какое-то последствия то есть это не наказание это не не там даже когда всевышний гневается то есть это четкое последствие того что ты нарушаешь то что всевышний сказал нельзя нарушать и получается что маша рабе но сделав это действие он каким-то образом систему всю таким образом выстроил да что всевышний говорит ты не зайдешь не ты не арон для меня как была загадка и так и остается почему аронта не зайдет шаронник делался арон не бил скалу арон и посохом не не раз и не два не ударял он рядом стоял почему арон не мог зайти в землю израиля для меня так и осталась загадкой но возможно возможно здесь разгадка является то что каждый человек он является как бы не этим центром своего мира и маша рабе ну он являлся на тот момент центром вообще в всего можно сказать мироздания до через него всевышний проявлялся он был тема знаете как вот каждый человек он некий такой режиссер своей жизни и он каждый человек он берет и выдумывает себе какое-то кино в голове да потом в этом кино ему дают люди какие-то дают ему там указания каждый какие-то стимулы да мы реагируем на других людей реактивно но мы можем так реагировать можем по-другому можем вообще проактивно реагировать можем вообще не замечать сигналы но не замечать мы не можем но мы можем на них не реагировать или реагировать на них противоположным способом от того что ожидал человек который который на нас как бы, пример, ты едешь по дороге едешь по дороге себе, да тут значит, кто-то тебе сигналит, мол, дай проехать то есть его сигнал он на тебя дает сигнал, дай проехать пропусти и ты в этот момент сидишь ты сигнал принял, ты не можешь его сигнал не заметить он прям бибикает ты можешь сделать вид, что ты не заметил ты можешь так вот отморозиться и сидеть дальше типа, а я не реагирую но это тоже реакция ты можешь пропустить, сказать, проезжай пожалуйста, ты можешь наоборот, вступить в борьбу то есть у тебя выборов множество но в любом случае он уже участвует в твоей жизни, то есть любой человек который находится рядом с тобой, он как-то участвует уже в своей жизни и ты на него реагируешь теперь получается, что Аарон который был все время рядом с Машей Робейну который участвовал в том, что он сделал золотого тельца, чтобы потянуть время, но в итоге этот золотой телец появился но Всевышний простил Аарона потому что его помыслы, Всевышний же знает помыслы его помыслы были вообще только только за Всевышнего при этом он тянул время, ждал Машей Робейну с этим золотым теленком но в Красной Корове а сжигание пепла Красной Коровы уже Аарон не участвовал все равно, хоть он был по помыслам не виноват в золотом телце, но по факту это было следствием набора его действий которые были с абсолютно позитивным намерением но перевели к негативным результатам в общем эта глава очень фантастическая Хукат и Машей Робейну не заходит в землю Израиля по решению Всевышнего но Всевышний говорит ему что делать дальше потому что Машей Робейну его главная была все равно его главная сущность была что он был Эве Дашем он был слуга Всевышнего то есть у него не было своей воли он полностью был проводник воли Всевышнего в этом мире и он соединившись со Всевышним он был в тот момент самым великим человеком в мире потому что он был самым скромным человеком в мире у него не было его я не было его эго и поэтому он был самый великий человек в мире потому что он полностью был проводник творца мироздания и вот значит и вот начинается шестой отрывок сегодня и сыны Израиля они начали уже прям приближаться к земле Израиля значит вот если вы видели карту вот море средиземное вот такая полоска земля Израиля вот они шли снизу они шли снизу из Египта но они шли вот так вот вокруг земли Израиля были разные то есть на земле Израиля жили кнанские племена морейцы разные такие народы дикие идолопоклонники что инки и ацтеки которые делали честь и жертвоприношения вот там где сейчас Мексика это были просто праведники по сравнению с теми морейцами что жили здесь то есть они просто были звери такие нереальные да детей в жертву своих приносили идолам служили разрадом занимались спутников убивали то есть они просто были ну такие ищадия ада и значит и они очень были мощные сильные города укрепленные значит это была земля Израиля а вокруг жили вокруг жили там Муав племя Муав Амонитяне Эдом Амалититяне вокруг жило много разных таких племен которые которые окружали землю Израиля со всех сторон мелкие такие княжества и народ Израиля пытается пройти между ними потому что Всевышний говорит с этими не воюй у них есть заслуги отцов там у Исава и Дамитяне он твой брат двоюродный с ними не воюй значит все хорошо значит просят пройти дайте пройти он говорит не дадим евреям ну что воевать нельзя пройти не дают и пошли туда значит так они проходили проходили в общем пока но тот кто выходил против них с войной вышел первый царь Арата Арата это есть такой город сейчас до сих пор в Израиле Арат значит вышел царь Арата они его уничтожили да победили дальше конец этой главы Кукат вышли против них царь значит был такой Сихон Мелохабашан значит был Сихон значит сейчас секундочку был Ок Мелохабашан а Сихон просто был Сихон значит было два царя это были Сихон он был такой Сихон и Ок у них были как Спарта военизированных два таких государства которые были наемники Спарты они защищали от мелких набегов от грабителей то есть они защищали то есть им платили и морейцы чтобы они на границе создали такие как ДНР ЛНР да в общем Сихон и Ок они были как две Спарты и когда евреи подошли говорят дайте нам пройти мы не хотим тоже с вами воевать у нас четкий приказ мы заходим в землю Израиля Бог изначально нам ее обещал еще про отцу Аврааму который с ним соединился значит мы идем сейчас просто у нас вот все указания от Всевышнего ну выходят Сихон и Ок значит со своими армиями и еврейский народ их уничтожает два самых крупных вот этих государств и они подходят уже к границе подходят они к границе земли Израиля что было дальше мы узнаем в следующей главе да на этом глава заканчивается вот они подошли к земле Израиля и значит послал Маше тоже отряд разведчиков то есть начинается уже они прям приближаются такие серьезные военные действия и они расположились если кто был в Израиле есть Ерехов вот ты из Иерусалима выезжаешь едешь к Мертвому морю там есть самый древний город в мире считается официально Википедия это город Ерехов из известных городов в мире вот Ерехов самый известный город и они подошли прямо написано в недельной главе стали и стали они напротив города Ерехов и с той стороны вот они собирались зайти в землю Израиля это недельная наша глава значит мы ее заканчиваем что мы отсюда можем для себя взять и изучить что что даже если ты идешь по божественному плану даже если ты едешь на зеленый свет со скоростью 60 км в час но другие участники движения они тоже соединены со Всевышним и если и у них есть свобода выбора и Всевышний не может их лишить свободы выбора это будет нечестно то есть мир построен на очень большой честности справедливости системности и причинно-следственных связях и когда ты едешь по своей полосе на зеленый свет и у тебя все нормально но если какой-то дурак начинает участвовать в движении пьяный наркоман в гневе человек который теряет вообще человеческие качества и человеческий облик то хороший добрый человек может пострадать на этом моменте то есть он может несмотря на все свои хорошие добрые поступки Всевышний максимально будет его спасать но нельзя лишить того который злодей его тоже свободы выбора лишить нельзя поэтому иногда случаются разные вещи которые мы не можем объяснить но тем не менее если мы не можем эти вещи объяснить есть недельная глава хуката красная коровь которая так и называется есть зе хуката тара это высеченные аксиомы которые есть в торе который создатель мироздания он так создал мир что мир вот так работает и мы не можем понять полностью всю систему то есть мы можем только знать что мы пришли в этот мир на 70-80 лет появились мы из маленькой клеточки клеточка это развивается там есть развитие стадии развития тела дальше подключается к этому голова в голову загружаются программы внутри есть душа и ты этими своими программами если ты дозагрузил туда программу тора то ты можешь уйти дальше в следующий уровень игры в вечность не дозагрузил программу тора значит ты остаешься тем в кого ты веришь то есть если человек верит что он одноклеточная инфузория которая развелась в прямоходящую обезьяну значит по вере каждому будет дано значит когда если он верит что он обезьяна он обезьяна если он верит что он одноклеточная он одноклеточная и значит его вся вот эта интеллектуальная потенциальная возможность перейти на духовный уровень и присоединиться к вечности значит game over он теряет он теряет свобода выбора это то что касается недельной главы теперь чуть-чуть поизучаем сейчас мишлей книга мишлей притчи царя соломона 23 глава очень удобно изучать тору потому что все разбито на главы например 52 недели в году и за год мы заканчиваем полностью пятикнижа и начинаем опять изучаем изучаем глубоко углубляемся и 4 уровня понимания торы шифрования торы то есть можно идти по уровням глубже 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 есть уровень простой смысл намек расшифровка и тайны уровень тайны то что там скрыто теперь в мишлей 31 глава и если каждый день изучать по одной главе то за месяц ты изучаешь потом за следующий месяц ты повторяешь потом опять повторяешь если ты год изучаешь то может быть 10% из мудрости которую царь соломон хотел передать в мишлей может быть 10% останется в лучшем случае да даже если 1% останется то семена эти они дадут невероятные плоды в жизни человека а если изучать глубже больше запомнить то есть если взять себе все что говорил царь соломон и это запомнить и сделать своими мыслями то кем ты станешь правильно царем соломоном то есть ты будешь такой же мудрый как мудрейший из людей 23 глава в ней она очень длинная в ней 35 отрывков и из них удивительно что где-то треть посвящена вреде алкоголя вреде алкоголя и объяснению что с человеком происходит в момент алкогольного опьянения значит а первая часть она посвящена если так взять взаимонетверкингу значит потому что я сейчас размышляю как раз про нетверкинг и вот я два дня я участвовал в каких-то живых мероприятиях и оно мне полностью разрушило мой личный индивидуальный график дня и оно мне повлияло с одной стороны люди общение какие-то там новые ну когда ты взаимодействуешь с каждым новым человеком он обязательно на тебя влияет и вот я за два дня последних взаимодействовал с большим количеством новых людей чем я взаимодействовал за последние там два года например да я с двадцатого года я не выходил на тренинги на мероприятия не какие-то не занимался нетверкингом занимался собой своим развитием онлайн проводил уроки слава богу тысячи-тысячи людей за это время у меня было одно видео которое посмотрело 12 миллионов человек в инстаграме там 12 миллионов человек посмотрели ролик один да минутный и получается я считал что я как бы наобщался то есть выговорился да 12 миллионов человек услышали один ролик а как бы общаться с людьми это очень ну реально это огромный труд это огромная ответственность да потому что ты кого-то недослушал кого-то перебил человек на тебя обиделся ты или ты ему хотел помочь но эта помощь она потом выливается в десятки каких-то встреч действий и у тебя нет времени на то что ты планировал создается некий хаос ну я так чувствовал для себя поэтому я избегал избегал последнее время общения а тут два дня подряд у меня значит социальная жизнь началась и вот говорит царь Соломон в первом отрывке 23 главы он говорит так если ты сядешь кушать с властителем с каким-то да с важным влиятельным человеком вчера были там депутат кнесета там еще кто-то значит бин тавин это шерли фанеха пойми хорошо присмотрись кто перед тобой значит вэссанта сакин белоэха и засунь нож себе в в ну там белоэха это там где ты глотаешь глотка да на русский переводится но непонятно что он имел ввиду типа приставь нож к своей глотке имбааль нефешата если ты хозяин своей души ну переводят смотрите вот тут даже мой перевод был если ты алчная душа бааль нефеш дословно бааль нефеш это хозяин души своей почему я перевел алчная душа я не знаю потому что я смотрел какие-то видно комментарии и пошел по этой линии значит аль титав ле мата мата ву лехем кзавим не вожелай его его явств ибо это хлеб обманчивые аль тега леашир не старайся разбогатеть мибина теха хадаль оставляя занятия мудростью значит вот давайте разберем вот эти вот четыре отрывочка да первое когда ты с кем-то общаешься говорит нам царь Соломон когда ты с кем-то общаешься первое что нужно сделать понять кто перед тобой как говорил великий величайший тренер и учитель современной психологии Стивен Кови в его семи навыков высокоэффективных людей вначале понять а потом быть понятым в коммуникацию нужно вступать с конкретным с конкретным желанием и намерением понять вторую сторону понять кто он что он что он хочет зачем ему то есть иначе ты просто со стеной разговариваешь или вообще витаешь в каких-то иллюзиях знаете есть такие люди которые в общении они вот так глаза куда-то уведут и общаются значит ты посмотри кто перед тобой может он тебя не слушает вообще может ему это неприятно у меня столько было ситуаций я как раз потому наверное не люблю общаться что я отношусь к таким людям что я на своей волне то есть у меня очень хорошо работает речь на выход а вот внимание оно хуже развито а царь самому он говорит если ты садишься кушать с влиятельным человеком особенно да а любой человек влиятельный устная тора нас учит не пренебрегай никаким человеком никаким потому что у каждого человека есть свой час и каждый человек значит есть у него свой час и у каждой вещи есть свой момент то есть ты никем не пренебрегай поэтому любой человек в какой-то момент вот этот депутат он вчера тоже был удивительный такой момент депутат Кнесета, такой очень человек влиятельный, там, ну, один из 120 парламентариев Израиля. И он приехал на это мероприятие, и он говорит, я ехал, и думаю, что адрес такой знакомый. Подъезжаю и смотрю, это то место, где я работал охранником на стоянке, когда приехал в Израиль. А сейчас я приехал как гость на такое важное мероприятие народный депутат, ну, это в Украине был народный депутат, Хавер парламент, да, это человек из... Хавер Кнесет. Значит, первое, сказал царь Самон, будь внимательен, понимая, кто перед тобой. Теперь второе. Когда ты общаешься, то ты останавливай свое желание, ну, знаете как, есть люди приходят на нетвертинг, на общение, и он сразу начинает разговаривать, там, мне недавно один человек такой, очень тоже богатый, влиятельный, говорит, мы про кого-то вспомнили, общего знакомого, и он говорит этому, в общем, про него, говорит, вот мы сидели как-то в компании, было нас там 10 человек, все там бизнесмены такого уровня, а этот, он начинающий, он такой яркий, начинающий, но он все внимание на себя перетянул, все, он там все время говорил, 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 после этого никто вот в нашем кругу с ним больше не хотел общаться. Это то, что говорит царь Соломон во втором отрывке, приставь нож к своему, к своей глотке, если ты хозяин своей души, то есть ты управляешь собой и не, ну, не будь слишком напористым. Не вожелай чужих какой-то еды, это ложный хлеб. Смотрите, когда ты открываешь Инстаграм, например, то все счастливые, все счастливые, все там, вот смотри, вот смотри, вот смотри, у меня все счастье. Это секундные моменты, специально показанные лучшие моменты жизни, которые человек выбирает, и он хочет показать, что у него все хорошо. Теперь обычный человек все это смотрит, у него возникает комплекс неполноценности, он думает, блин, вообще, а что у меня за жизнь, вот люди живут-то, да, вот они люди живут-то, да, смотрят на этих звезд Инстаграма, а по факту ты же не знаешь, что у них в душе, ты не знаешь, какие у них неприятности, ты не знаешь, что у них со здоровьем, ты не видишь 99,9% его жизни, а то, что ты видишь, царь сам предупреждает, это лехем кзавим, это ложный хлеб, то есть казав, это, ну, иллюзорный такой, иллюзорный хлеб, да, он говорит, не вожила, не надо вообще все это. И четвертое он говорит, альтигалиашир, не слишком старайся, не став деньги на первое место в своей жизни, ми бинатеха ходаль, отдаляясь от бина, это логика и сообразительность, говорит, ум, логика, спокойствие, сообразительность намного важнее, чем деньги, потому что, когда ты гонишься за деньгами, ты можешь по пути потерять все, и деньги не найти, и потерять все, а можешь деньги найти, но с деньгами, мудрецы предупредили, вместе идут, умножаешь имущество, умножаешь заботу, то есть надо понимать, что каждый новый проект, каждая новая работа, каждые новые отношения, каждый новый проект, да, люди нетвертинг, давай, 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 каждая новая давай, оно или ты должен давать, и ты должен туда включиться, или же это пустой разговор, который портит тебе репутацию, поэтому я для себя делаю вывод, что я как был против нетвертинга, так и буду, что в ближайшие годы я не, ну, то есть очень-очень буду, то, что для себя еще взял из этого отрывка, как я минимум общался, так я и оставлю свой минимум, еще меньше уменьшу, и буду больше заниматься все-таки мудростью, это мой вывод. Все, дорогие друзья, вы сделайте, пожалуйста, свои выводы, сделайте свои выводы, напишите свои инсайты, которые у вас были, запишите те мысли, которые вас зацепили из царя Соломона, из Торы, это все, лучи божественной мудрости, которые проникают сейчас к вам через ваши экраны, и, наверное, это происходит не потому, что вот просто вы случайно включили телефон, а потому что вы хотели, и вы к Всевышнему где-то обратились, и он говорит, на тебе вот знание, вот возьми, оно тебе нужно, возьми только его, запомни, запиши и применяй. Шаббат Шалом, чтобы Всевышний в заслугу того, что вы хотите жить и строить свою жизнь по воле Всевышнего, чтобы он выполнял ваши пожелания, хорошие для вашего блага, и чтобы было здоровье, в первую очередь, благополучие, чтобы всего хватало. Кто такой богатый по Торе? Это Мия Ашир Асамех Бахалко, тот, кто рад своему делу, чтобы у вас было много радости от того, что у вас есть, и если вам что-то надо, чтобы вы получали без, ну, не бывает без второй стороны, поэтому, чтобы вы знали заранее и были согласны на вторую сторону, на цену того, что вы получаете, ну, чтобы Всевышний выполнял ваши молитвы для вашего блага, а вы выполняли волю Всевышнего. Все это мое вам пожелание. Шаббат Шалом и до воскресения. Счастливо.